Миза Палмса Миза Палмса – это рыцарская миза на территории Волости Халила, уезда Леонавирума Эстонии. Стабилизатора нет, когда идешь, как бы аккуратно не шел, все равно трясется, потому в видео видно, что все трясется на экране. Бузина. Раньше, помню, самовары чистили этой бузиной в детстве. У нас был большой самовар, еще бабушки. В самый красивый летний день приехали с подругой погулять на Мизе Палмса. Очень красивое место. Розы, сад. Очень большая территория. Действительно, удовольствие. Походить, вдохнуть аромат трав, полюбоваться красотой и зарядиться самыми положительными эмоциями. Миза Палмса – это рыцарская миза на территории Волости Халила, уезда Леонавирума. В Эстонии. Архитектор – Якоб Сталь фон Гольштейн. Усадьба, или, как принято говорить, в Эстонии Миза, находится в 80 километрах от Таллина. Сюда удобно заехать по пути из Петербурга в столицу Эстонии, и нужно лишь на 10 километров отклониться от основной трассы. Но мы живем не в Петербурге, слава богу, в Эстонии. Поэтому то, что сейчас границы закрыты, нас не касаются. Мы можем спокойно погулять, приехать на машине, по парку, по усадьбе и понаслаждаться. В 1975 году началась реставрация усадьбы, так как в советское время здесь находился пионерский лагерь. И для посетителей Миза была открыта в 1986 году. Миза к концу 19 века занимала более 10 тысяч гектаров. Здесь был собственный молокозавод, ткацкая мастерская, известковый карьер и почти 900 крестьян. Паунса Миз принадлежала баронам фон дер Поленом. Ее строительство начал Густав Кристиан фон дер Полен в 1677 году. Голод, война и болезни сильно затормозили стройку, но к середине XVIII века здесь уже стояло почти 20 зданий. Основной доход владельцы усадьбы получали от винокуренного завода. Водка из Фаумса продавалась в Таллине и окрестных тавернах. Водка из Фаумса продавалась в Таллине и окрестных тавернах. В городской предуправлении есть. Видишь, старый котел сараул. Да. Это шестеренки, да, такие кромодные? А ну для. А ну для. А ну для. А ну для. Да, оттуда. Такая. Вот делали. Оно бы и сейчас бы работало бы. Потому что что-то было вон сверху наварено. Как еще на металл не сдали, да, удивительно? Ну здесь храняемо. Нет, я имею ввиду в 90-е года. А-а-а. Там уже все подряд шло. Весь пруд ряской покрыт. Аромат трав такой. Таверга цветет. Прямо такой аромат. В усадьбе есть несколько десятков строений, рукотворные каналы, пруды, даже водопады. Полены были люди творческие. И когда затевали строительство чего-то нового, оранжереи, мельницы или кузни, то не разрушали уже существующие, но не используемые постройки, а строили немного в стороне. Так усадьба сохранила видом множества эпох и вкусов. Представляете, в деревне Сагади, недалеко от усадьбы, снимались эпизоды фильма «Собака Баскервилли» режиссера Игоря Масленникова. Вот такая вот новость. Вот сейчас открыла Википедию и прочитала. Неправильно я фамилию называю. Правильно, Палин. Род Оззейского дворянства, бароны и графы. Вот так вот. Фамилия Палин старинная, приняла начало в Германии и из Померания в 15 веке перешла в Оззейские области. Да, дворянские титулы красивые, а мы гуляем, гуляем и наслаждаемся по парку, любуемся строениями, которые остались, и наслаждаемся красотой. Концерты какие-то небольшие. Ну, вид красивый, конечно. Красивое место. Изумительное. Вот мы сидим на скамеечке. Ландшафт изумительный. Огода супер. Колокольчики маленькие, небольшие. Смотри, богатая такая. Угу. Огода, да. Все дожди, дожди лили, а сейчас прямо красота. Даже немного было. Нагуляли аппетит. Пора пообедать. Смотрим, чем кормят здесь. Выбор большой. Можно в ресторан сходить, а можно в кафе. Ну, это шутка. Как шутка распорасла. Смирик. Напомним. Олаждаем вкус. На вкусе, не здаем. Просто свахов. Поробедание. На вкус. Ужас. На вкус и веще. Исти картули салат, соекана салат, раймит кодусит мой отец еле блют. А, отель, ресторан, музей. Так, отель, значит, это у них. А, это у них вот в этом ресторане. Хорошо, припекает. Прямо замечательно. Так, ну сейчас в кофе взойдем, посмотрите. Усадебный паунти, встретите блюда традиционные. Я понимаю так, что у них вот здесь это кафе. А вот там вот где отель, насколько я помню, там свой ресторан. Точно входишь сбоку, у них свой ресторан. Неделя вкуса вложена. Дикий грибной суп, низкотемпературные свиные ребочки, рябиновый яблочный щербек. Что тут в кофе? Всяко кофе-то с десертом мы можем попить. Любимая подруга. Да, да, да. Отдых на природе. Изумительно. В спорту. В спорту. Вот это, наверное. В спорту. А здесь это кунду. Давай-ка салатику, кофе, вкусняшечку какую-нибудь. А? Нет, пришла, ждет. Как капучино? Капучино или латте? Латте. Ага, как латте. И как туру юрскок изобилила? Как? Да, да, да. Ластички. Решили, что здесь попьем кофе, какую-нибудь вкусняшечку, а обедать поедем дальше. Может быть, там интереснее? Но, к сожалению, нам там обед не понравился. Очень невкусный. Хотя в советское время, в советское время, да, когда ездили раньше в Таллинн, там останавливались. И там, конечно, была вкуснятина еда. А сейчас разучились готовить. Да, да. А мы еще находимся на территории Паумса. И в Витно поедем позже. Я правитно говорю, что разучились готовить. Как же он назвал? Как же он назвал? Где-то кто-то скажет, может быть, дурак. Или что-то такое. Говорит. А я именно вот что... Это ж его родной, это мой брак? Что пропадает. Пропадает именно... Красавица такая. Ласточка. Еще есть один, который я... А где же у меня лежит? В аэропорту покупала. Улетались вот наши. Птичка. 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 К флагу эстонскому. Красота. Да. Десерт тоже не понравился. И кофе не очень. Странно. Десерт из морозилки принесли. Даже кусочки льда. Едем и Витно. Обед, который нам не понравился. День какой-то в этом плане неудачный. Да. А в остальном день был прекрасен. Столько много красоты в себя впитали. И положительных эмоций. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь. Будет интересно. И желаю вам много-много счастья. И тоже только положительных эмоций. В жизни их должно быть много, чтобы быть счастливыми. А территория вокруг трактира Витно. Очень даже симпатичная. Медведи белые. Правда, летом странно на них смотреть. Но все же выдумка у людей. Браво. Браво. Браво.